дорогие рукодельницы добро пожаловать на канал вязаные истории зовут меня юля и сегодня вы попали на урок жемчужной резинки я вам покажу как ее вязать на что нужно обратить внимание чтобы не было ошибок и для какой пряжи она идеально подойдет и так данный образец вы видите какой он красивый связан жемчужной резинкой на полухлопковой пряжи все мы прекрасно знаем что полухлопок очень плохо держит резинку сюда тогда нужно использовать для него либо полую резинку либо вот такая вот жемчужная резинка она идеально подойдет для полухлопка я вязала образец в 2 нити чтобы было четко и понятная прорисовка сейчас мы в мастер-классе будем вязать на более тонкой пряжи то есть она принципе не настолько тонко это акриловая пряжа я специально я взяла для образца но посмотрите какая красота получается я просто честно вам говорю в очень большом восторге так к тому от того что получается итак давайте перейдем к тому что рапорт узора у нас состоит из двух петель плюс 2 кромочные я сюда их не усчитывала как говорится и двух рядов который постоянно повторяется до нужного вам высоты очень важно соблюдать последовательность провязывания петель если же неправильно соблюдать вот здесь я специально оставила чтобы вам показать это все видите в начале ряда то есть вернее это не начало это уже была вторая половина я отвлеклась и сбилась то здесь я провязала правильно а здесь вторую часть я провязала неправильно и видите вот существенно я сейчас поближе даже вам покажу фокус вернись фокус вот видите здесь очень красиво а здесь все таки есть ошибка и тогда уже эти жемчужинки смотрятся не так эффектно как здесь поэтому если вы дальше будете вязать этим полотном то конечно же это будет совершенно по-другому эффект поэтому учитывайте очень классный тот вариант что изнаночная сторона это классическая резинка один на один в этом случае если вам нужна резинка один на один в изделии из полу хлопка то такой вариант тоже возможен просто вязать как бы из на на изнаночную сторону согласитесь мы приступаем к вязанию узора я уже подготовила набрала как обычно я себя всегда набираю 22 петли то есть 20 петель узора если нет ни исключения никаких да и 2 петли равно кромочные так неудобно я всегда так делаю когда вяжу образцы может нужно было бы больше пока так и так что же мы будем делать в первом варианте первый ряда кромочную провязываем либо вы снимаете как вы вяжете кромочные свои а кромочных я более подробно уже рассказывала дальше делаем накид накидываем на спицу и снимая петлю как изнаночную нить перед работой провязываем лицевую вот и все первый рапорт у нас готов узора еще раз показываю накид сняли петлю изнаночной нить перед работой лицевая петля накид петлю снимаем изнаночной нить перед работой лицевая петля в замедленном виде вам показываю и таким образом можете вывязать до конца ряда вяжется легко главное не забывать и делать если вы будете делать накиды в обратную сторону то есть вот так вот на пить спицу накидывать накид то узор будет смотреться ой совершенно по-другому поэтому накида должен быть классический не обратный так и до конца ряда вывязываем петли уже довязала и кромочную как всегда лицевой тогда красиво у нас получится с вами краешек следующий ряд второй ряд он у нас будет я бы даже сказала лицевым рядом снимаем кромочную петлю провязываем изнаночную и провязываем снятую предыдущем ряду изнаночную и накид вместе здесь нужно важно вязать за вот так вот петля лежит у вас видите вот за стеночку петля получится как бы немножко перекручены вот вот так она откроется перед вами изнаночной если вы провяжите в эту сторону получим вот он некрасивую сторону как вот я здесь показала вот эту некрасивую сторону поэтому очень важно провязать я уж перекручены просто если мы будем разговорачивать петлю то да по идее вы должны бы развернуть сюда нет мы возьмем за дальнюю стеночку вот рассматриваем петлю это передняя у нас стенка это дальняя она как бы немножко перекручены и тем самым формируют такую красивую жемчужинку конечно на первом ряду здесь не изнаночная лицевая как всегда замедленном виде итак довязываю до конца ряда последний у нас обязательно будет лицевой конечно же и кромочная петля тоже лицевая вот так вот разворачиваем полотно на третий ряд и повторяем все то что мы вязали в первом ряду все то же самое легко и просто здесь он будет формироваться обычная резинка это будет у вас 3 как раз вот в этом случае все нечетные ряды будут изнаночными отчетные лицевыми вот я еще провязала один ряд я думаю вам наглядно и понятно все поэтому на сегодня у меня все я с вами прощаюсь до новых встреч если остались вопросы обязательно задавайте в комментариях я стараюсь максимально быстро давать на них ответы всем пока пока